Продолжение следует... В смысле общенациональный приоритетный государственный вопрос со всем спектром сложностей и перспектив, которые здесь есть. И тем более Министерству по делам Крыма этот сложнейший вопрос решать гораздо сложнее, чем любому другому ведомству, которое по другим задачам, работая по своим задачам, имеет определенные уже механизмы, определенные методики. И Министерству Крыма это приходилось делать изначально вновь, создавать эти механизмы. И должен сказать, как депутат, работающий на территории и по городу Севастополь, особенно по решению фракции, будучи закрепленным, работая постоянно, могу с удовольствием отметить, что Министерство по делам Крыма в целом справляется на хорошем уровне со своей задачей. И за это я хочу благодарить руководство Министерства. На проблемных вопросах, которые бы хотелось подчеркнуть, они во многом уже были здесь озвучены. Безусловно, вопрос государственных услуг для населения. Остаются сложно доступными вопросы паспортизации, вопросы регистрации автомобилей, вопросы регистрации юридических лиц. И если мы сейчас говорим о свободной экономической зоне, об инвестиционной политике, крайне важной для нас, то с таким сложным механизмом регистрации нам тяжело будет двигаться. Это обременение необходимо снимать и в кратчайшие сроки. Привлекательными являются, безусловно, нормативы, заложенные в свободной экономической зоне, но условия, практика применительные на местах в технических вопросах. Это, безусловно, важно. Здесь, конечно, и Министерство налогов и сборов, здесь Минюст, Министерство внутренних дел. Это целый спектр вопросов государственных органов, которые необходимо нам вместе решать. Кстати говоря, об инвестициях мы с вами знаем и по объективным причинам провисла, в общем-то, инвестиционная политика в предыдущем 2014 году. Но 2015 год, безусловно, дает нам перспективы не только на восстановление, но и на приумножение. И в этой части я бы хотел, Олег Генрихович, сказать вот о чем. По объективным, понятным причинам, те межбюджетные трансфертные, заложенные в 2014 году, не были использованы ни в силу их, может быть, второстепенности или малой значимости, в силу понятных организационных причин переходного периода. И вот здесь, наверное, и коллегам комитета по бюджету, и нам всем вместе необходимо будет подумать для того, чтобы эти неиспользованные ресурсы могли быть переходными на 2015 год, независимо от заложенных в ФЦП ресурсах и других бюджетных, которые предусмотрены. Кстати сказать, ФЦП, федеральная целевая программа, это очень важный, очень перспективный процесс развития. Но существует угроза в условиях жесткой экономии, по понятным причинам бюджетных средств. Любое промедление может провоцировать на какие-то сокращения, переносы, изъятия. Вот это нам надо учитывать, и особенно, вот коллеги подчеркивали, транспортную инфраструктуру, которая является крайне важным, обеспечивающим жизнедеятельность фактором. Именно здесь сделать вот такие крайне важные, может быть, даже опережающие шаги для того, чтобы в соответствующих органах, а мы знаем, как Минфин активно в этом работает. И теперь, коллеги, хотел бы остановиться и особенно для вас о легендах и ожидать информацию, вы наверняка знаете, о двух научных учреждениях. Это Гидрофизический институт Севастополя и Инбюм. Это важнейшее научное учреждение для стратегического развития России. Это важнейший инструмент нашего присутствия в мировом океане. И сегодня эти учебные научные учреждения находятся в сложной ситуации переходного периода с угрозой потери этого стратегического потенциала для страны. Я бы просил вас, Олег Генрихович, найти сейчас, буквально после завершения заседания, мы с коллегой Валерием Александровичем Черешневым, председателем комитета по науке, довели до вас эту ситуацию в краткой форме. И, кстати, в комитете делегация этих учреждений. Я прошу 10 минут найти нам... Минуту, допустим. Таким образом, коллеги, хочу сказать, что вот те оправдания, те ожидания, которые у населения есть, они в целом оправдываются. И в целом есть надежда на более такие устойчивые, эффективные формы развития. То взаимодействие, которое вы подчеркнули с депутатами Государственной Думы, с всеми органами власти, оно должно укрепляться, должно развиваться. И на это смотрит не только наше население на территории республики. Это наш, в общем-то, государственный флаг, на который необходимо нам уделять особое усиленное внимание. Спасибо, коллеги. Спасибо, Михаил Васильевич. Олег Генрих.